Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мерима Саналы. Территория парков сокращается с каждым годом. Так, если когда-то площадь парка Ататюрк составляла 107 гектаров, то сейчас его территория лишь 50. А в парке Победы 16 гектаров выделили под капитальные строения в интересах бизнеса. Незаконные постройки сегодня препятствуют развитию города, бьют тревогу правозащитники, так как большая часть такого рода строительства проводится с нарушением генерального плана столицы и красной линии. Об этом подробнее материаляет унук Нурдиновой. Три года назад бизнесмен Тойбаев выкупил территорию детской площадки, расположенной возле дома номер 86 на улице Московской. И в конце прошлого года он демонтировал детскую площадку полностью и начал строительство. Чтобы вернуть территорию общего пользования, жильцы дома прошли все инстанции суда. Однако пока решение ФИМИД вынесено в пользу бизнесмена. Вот эту площадку вот раскурочил, во что превратил, вы представляете, мы сейчас судимся, мы не можем добиться ничего. Третий год, детям играть негде. 40 лет существовало, 40 лет взял, все спилил и все убрал. Так он, видите, архитектура, продали нашу детскую площадку, ничего не сказал, ни как домкома, меня не спросил. Две девятиэтажки мы пользовались. Цветы цвели, дети игрались, вечером выходили жители, сидели. И в одночасье все спилил, все уничтожил. Вот теперь он хочет вот здесь строить. Значит, строить, что он будет строиться, я не знаю, мы не можем. Приходили депутаты, все посмотрели, никто ничего не делает. И детям негде играть. Третий год все ржавеют, все площадки, все срезано, все уничтожено, все вот так переверно лежит. Тойбаев, вот он взял, купил, он везде деньги дает. Возмущена жительница города Бишкек Тамара Саматова. Своё возмущение незаконной застройкой в парковых зонах выразил еще один житель столицы, Автандель Дюробеков, на круглом столе. Регулирование земельных вопросов в городе Бишкек, законодательство и практика его применения. В ходе мероприятия он отметил, что если когда-то территория составляла 107 гектаров, то сейчас его площадь лишь 50 гектаров. Застроенная часть территории давно превратилась из парковой зоны в элитный квартал. В этом парке живут прокуроры, чиновники МЭД. На данный момент у кого участки есть? Автандель Дюробеково, если вы касаете этих гектаров, у меня тоже есть. А я же Перематова, это Куртимейшн, Экс-МЭД, Куртимейшн, Экс-МЭД, Куртимейшн, Куртимейшн. Это информация, как минимум старый, может они на себя оформили или продали. Я предлагаю, надо уже перехать к реальным действиям, надо уже, как сказать, но никак, их документы поднимать уже. Призвал Дюробеков. Такая ситуация наблюдается и в остальных парках, которых в столице насчитывается 7. Их территория сокращается с каждым годом. Тогда как, согласно статье номер 78, земли общего пользования не должны предоставляться в частные руки. Представитель общественного фонда «Наше право» Светлана Артамонова отмечает, что земельная коррупция получила широкое развитие с введением частной собственности на земельные участки. Площадь парка «Победы» Даира Асанова, где 16 гектар, вопреки интересам жителей города, были переданы в пользование под капитальные строения для различного назначения. То есть там рестораны стоят, кафе, торгово-развлекательный центр и другие. Тем самым парк «Победы» площадь была уменьшена в интересах исключительно бизнеса. Генеральная прокуратура в интересах горожан обратилась с иском к мэрии города Бишкек и госрегистру о признании недействительного постановления о сокращении границ парка «Победы» и о признании госакта незаконным. Однако Межрайонный суд и Городской суд отказали в удовлетворении Генеральной прокуратуры. Судебные органы приняли позицию не законно, а в сторону бизнеса. Также, вопреки существующему генеральному плану, плану детальной планировки, земельный участок в восьмом микрорайоне вдоль дороги у Южных Ворот, который является также землями общего пользования, как вы все помните, там была очень большая сосновая роща, была предоставлена в собственность нашему певцу Турапову. Но первая и вторая инстанции также оставили без удовлетворения требования прокуратуры. Следующий вопиющий факт предоставления земли общего пользования вообще в собственность также, это проспект Чуй-Суинбаева, тысячу мелочей. Как бы вроде бы законность восстановлена, но опять-таки, вот буквально вчера, Верховный суд опять направил на новое рассмотрение. Также в нарушении 78-й статьи предоставлен земельный участок в частную собственность на улице Донецкой в 4-й микроне гражданину Серкову, далее к Жилбекову в частную собственность. Там возбуждено уголовное дело. Прокуратура Октябрьского района также в интересах горожан обратилась в судебные инстанции. Отметила она. Незаконные постройки сегодня препятствуют развитию города, говорит председатель правления общественного фонда «Наше право» Каличао-Моралеева, так как большая часть такого рода строительства проводится с нарушением генерального плана. Столица и красные линии. Красные линии, они определяют ширину дороги. А сейчас архитектура, вот здесь был кейс, да, красные линии будут передвигаться по требованию бизнесменов. Это вообще не должно быть. Красные линии – это священная корова архитектурного градостроительства. А тут получается, сузили, отдали землю в частную собственность. Теперь, например, надо расширить дорогу, да, поток машин увеличился, а земли для расширения просто нету, или все это в частной собственности. Вот, например, Донецкая улица, да, по генеральному плану, эта четырехполосная дорога должна быть, то есть она должна быть расширена. По этой дороге часть земли отдана в частную собственность. Теперь, чтобы расширить, выполнить генеральный план, что нужно делать? Выкупать эту землю у участников. При этом они покупают за копейки, а будут продавать за большие деньги. И это же стопор для того, чтобы развивалась наша дорожная инфраструктура. И таких много. Раньше и архитектура такая была, чтобы все продувалось. Сейчас строят непонятно как, за гаражей. Никакого вот этого понимания, да, как сохранить экологию в нашем городе, этого нет. И самое страшное, то, что эти построенные вновь дома, в большинстве, некачественные, некачественные. Если завтра будет обрушение, то за это будет вести ответственность, и найдет ли государство деньги на это? Говорит правозащитница. Прошло 17 лет, как был принят земельный кодекс. С тех пор он претерпел немало поправок. В течение того времени в земельный кодекс было внесено 40 изменений и дополнений. И это естественный процесс. Так как земельные правоотношения со временем должны развиваться и совершенствоваться. Отмечается, что с помощью поправок удалось решить ряд проблем. В связи с тем, что начиналась бессистемная передача как в аренду, так и в собственность всех земель, значит, законодатель в целях защиты наиболее ценных земель вводит статью 4 дополнение о том, что пастбища не могут быть переданы в частную собственность или в аренду. Это вытекает и истекает из того, что у нас все-таки страна аграрная, и пастбищам нужно уделять большое внимание. В части делимитации границ у нас также всем общеизвестно. В последнее время конфликты с сопредельными государствами, на этой точке о том, что они делимитированы. И, как мы знаем, очень большой поток внутренней миграции. Особенно люди переезжают с приграничных территорий в более густонаселенные местности. В связи с этим происходит тихий-тихий захват приграничных территорий иностранными гражданами. В частности, я могу прямо об этом сказать. Это касается Узбекистана, Сталикстана, на юге нашей страны. В связи с этим введено дополнение в статью 5 пункт 3 прим. 1 о том, что иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам не могут предоставляться на правах срочного временного пользования земельные участки, находящиеся на приграничных территориях. Говорит юрист Болотой Муралеев. Однако поправки в закон не всегда вводятся в интересах народа. Бывают моменты, когда с помощью этих поправок отдельные народные избранники пытаются защитить свой бизнес, отмечает Болотой Муралеев. Наглядным примером может служить изменение в статью 77 земельного кодекса, которая была подписана 29 июня прошлого года. Отдельные депутаты, которые были заинтересованы в этом. В частности, здесь была внесена отмена запрета на строительство капитальных сооружений на землях общего пользования, пользуемые для удовлетворения культурно-бутовых потребностей населения, дороги, улицы, площади, тротуары, придорожные и земельные полосы. Теперь, согласно этому дополнению, на землях общего пользования теперь будет допускаться строительство подземных, надземных капитальных сооружений. Это, представляете, площадь Победы, территория площади Победы является землями общего пользования, теперь под площадью будут строиться какие-то капитальные, подземные, надземные сооружения. Это, несмотря на то, что ранее статья 77 запрещала предоставлять земли общего пользования для строительства платных стоянок и парковок автомобильного транспорта. Этот момент был дополнен словами за исключением специально созданных для этих целей стоянок и парковок. Этим самым действительно ставит в тупик правопроменителей. Становится непонятным, как отличить стоянки и парковки автотранспорта, подпадающие под запрет, от специальных стоянок и парковок, которые будут строиться на землях общего пользования. В связи с такими нестыковками, как мы считаем, в данное время мы сейчас рассматриваем вопрос внесения ходатайства в Конституционную палату Верховного суда, поскольку закон этот принят, и рассмотреть с целью соответствия этой нормы нашему основному закону. Говорит юрист, на круглом столе правозащитники не только обсудили проблему земельных споров, но и представили пути их решения. В частности, председатель правления «Наше право» Карича Умуралиева предложила выстроить работу по постоянному мониторингу законодательной деятельности парламента и правительства. Люди должны защищать свои права. Мы должны отслеживать все поправки, все постановления, которые возникают на уровне правительства, на уровне мэрии, подзаконных актов того же гостроя. Мы должны дать правовую оценку, дать провести хорошую экспертизу и обратиться. Если это закон, обратиться в Джогурку Кенеш, проводить акции лоббирования. У нас есть очень хороший институт омбудсмена, но, к сожалению, все время происходят какие-то перетурбации с этим институтом, и мы не можем нормально работать. А ведь институт омбудсмена как раз и занимается защитой прав граждан, защитой тех прав, которые прописаны в Конституции. Право на жилище, на достойную жизнь и так далее. Но у омбудсмена есть очень хороший инструмент. Он делает ежегодный доклад по фактам нарушения тех или иных прав граждан и отчитывается перед парламентом, который должен тоже принимать соответствующие меры по каждым конкретным фактам. Предлагает правозащитница. В свою очередь, заместитель начальника Бишкинглав архитектуры отмечает, что со стороны ведомства эко-техинспекции проводится активная работа по борьбе с незаконным строительством в столице. Однако, когда дело доходит до суда, решения Фемида принимаются в пользу того, у кого деньги. Надо исправлять судебную систему в форме. Понимаете, мы работаем, мы доказываем, что это нарушение по тем, по тем статьям закон о нарушении. И судья их оправдывает, понимаете. И все работы, труды, эко-техинспекции, архитектуры, того же прокуратуры, это все уходит на смартфон, понимаете. Это как белка в колесе, мы крутимся. Народ всегда жалуется, а те, которые нарушают, они живут припывающе, понимаете. Говорит Аскат Тюлюбердиев, первый заместитель начальника Бичкеклав архитектуры. Для эффективной работы служителей Фемида правозащитники предлагают в случае вынесения неправосудного решения делать обращение в совет судей, направлять материалы в профильный комитет Дюор Кенеша и генеральному прокурору, который имеет право возбуждать на них уголовные дела. И очень важным моментом правозащитники выделяют в процессе защиты прав граждан вовлечении и объединении неправительственных организаций и гражданских активистов. Айтуда Хнурдинова специально для IWPR. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.